МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вестихокассия в студии Татьяна Донцова. И в этом выпуске вы увидите... Таёжные поиски. В Орженькидзевском районе пятые сутки не могут найти пропавшего мужчину. Махинации с молоком. Директора Первомайского обвиняют в мошенничестве. Простор для творчества. Сегодня в художественной школе имени Каратанова открылся новый корпус. Многодетные семьи Абакана и Усть-Абаканского района начали получать бесплатные земельные участки. Напомним, такая инициатива прозвучала два года назад. И сегодня она уже работает. Землю могли начать раздавать и раньше, но не было свободных площадей. Какова ситуация сейчас, расскажет Олеся Калиниченко. Больше всего нехватку земли испытывает столица республики. Здесь проживает наибольшее количество многодетных семей. А свободных территорий у города практически нет. Необходимые площади нашлись в окрестностях села Зелёное у Стебаканского района. Земля принадлежала не и аграрных проблем, но уже несколько лет не использовалась по сельхозназначению. При содействии Федерального фонда жилищного строительства площади передали республике. Уже отмежеваны и поставлены на кадастровый учёт 500 участков. Сейчас идёт процедура предоставления данных земельных участков многодетным гражданам. Порядом 500 земельных участков распределились следующим образом. 415 земельных участков предоставленных квота города Абакана. И 80 земельных участков предоставляется многодетным гражданам, проживающим на территории Сабаканского района. Одним из первых на дел получила абаканская семья Казанаевых. Сегодня супруги и их трое детей ютятся в комнате общежития. В пятером на 18 квадратах. В очередь на получение земли встали в конце прошлого года. Ждать пришлось совсем недолго. Уже в апреле им позвонили и предложили посмотреть участок. Сначала расстроились далеко от города, 14 километров. Но когда увидели место, сомнения развеялись. Когда приехали, вот представляете, вот такое состояние было воздушевлённое. Во-первых, жаворонки поют. А посмотрели на наш участок, когда нашли, увидели, какая земля хорошая, плодородная земля, и 15 соток, целых 15 соток. Старший сын Татьяны Фёдоровны учится на пятом курсе. Образование получает на платной основе. Поэтому пока Казанаевы строят только планы. Строительство дома откладывается минимум на год. Каким будет фамильное гнездо, глава семейства уже определился. В первую очередь, конечно, надо огородить наш участок. Огородить. И мы думаем построить пока времянку, чтобы нам какое-то время там жить и строить дом. Дом у нас немаленький. Мы планируем в два этажа построить. В ближайшее время в районе села Зелёное будет выделено и оформлено ещё тысяча участков. Параллельно свободной земли изыскивают и другие муниципальные образования. По оценкам специалистов, к концу года текущая очередь на землю по многодетным семьям будет закрыта. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Новые уголовные дела на директора хозяйства Первомайское. Напомним, прокурорские проверки начались после жалоб людей на невыплату зарплаты. На сегодняшний день выявлено, что работодатель задолжал 173 работникам. Общая сумма – более 4 миллионов рублей. Надзорные органы установили, что такое финансовое неблагополучие. Сельхозпредприятие стало следствием преступной деятельности руководителя Валерия Вакулина, который вступил в сговор со своей женой Людмилой Вакулиной, являющейся главой крестьянско-фермерского хозяйства по переработке молока. Действуя по предварительному сговору, супруги похитили более 2 миллионов рублей, принадлежащих ЗАО Первомайское. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также в отношении Вакулина расследуется дело по факту неуплаты налогов на доходы физических лиц в сумме более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, как мы ранее сообщали, руководитель сельхозпредприятия обвиняется в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы. В Арженкидзевском районе продолжаются поиски мужчины, пропавшего в тайге в минувшую пятницу. Все эти дни работника золотодобывающей компании искали сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Сегодня утром специалисты применили тепловизор. Подробности операции в материале Алексея Баинова. Токарь золотодобывающей компании Сергей Сержантов в прошлую пятницу ушел на рыбалку. Больше его не видели. При этом коллеги не смогли точно указать направление, куда он ушел. О нем, как о работнике, отзывается неплохо. Адекватный человек, любитель порыбачить. Рассказывал, что много по озерам ездил рыбачим. Прочее образование у человека. Чисто адекватный, нормальный человек. Поиски Сергея Сержантова начались еще в пятницу. Сначала трое человек, потом 12 прочесывали окрестности. Однако поиски успеха не принесли. Более того, на территории предприятия и в окрестностях в последнее время часто видели медведей. Поэтому пришлось обратиться к спасателям. Они в зоне поиска нашли несколько следов. Следы есть, но мы считаем, что они не принадлежат ему. Это местные охотники, которые передвигаются на лошадях в том числе. Конкретно такого случая, чтобы мы могли нефицировать след, как след нашего потерявшегося человека, такого не было. К поиску привлекли беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Он поднимается на 3,5 километра при дальности полета до 25 километров. Цифровая камера позволяет увидеть хорошую картинку. Управляющий им на земле пилот может ее укрупнить, уловить тепловое излучение, точно обозначить поисковый квадрат. Но даже самая современная техника не смогла обнаружить пропавшего мужчину. Решили расширить зону поиска и захватить еще юго-восток. Юго-восток это примерно 6 квадратов по юго-востоку, это еще зона примерно покрытия порядка 20 километров. Но это предположительная зона, то есть куда мог уйти потерявшийся. Вот эти явно две точки двигаются. Одна вот она видим, а там две явно двигаются. После детального осмотра местности выявлены медведица с медвежонком и еще несколько объектов, которые предстоит обследовать спасателям. Получив точные координаты, они вышли в поиск. По их мнению, за пять суток Сергей Сержантов вполне мог пройти до 80 километров и оказаться в Кемеровской области. Алексей Боинов, Владислав Пустовоид, Вести Хакасия. Сто пожарных десантников из Сибирского резерва авиалесоохраны отправились сегодня ночью в республику Саха, Якутия. Это практически весь личный состав хакасского отряда, который базируется в Абакане. Десантникам предстоит работать на тушении лесных пожаров. На данный момент в регионе зарегистрировано 13 очагов, а в нем охвачено почти 50 тысяч гектаров. И осадков в ближайшие два суток не ожидается. Напомним, уже более двух недель в Якутии действует режим ЧАЭС. Справиться с собственными силами у местных лесников не получилось. Вылетевшие из Хакасии специалисты пожарные, оснащенные по последнему слову техники, обладают всеми необходимыми навыками для быстрой и эффективной работы в самых сложно доступных местах. Тем не менее, задача, поставленная в Якутии из-за особенностей рельефа и лесной подстилки, считается сложной. Сегодня принимал поздравления один из ведущих вузов республики. 19 лет назад был образован Хакасский государственный университет. Поздравить коллектив пришли в том числе и первые лица республики. На торжестве побывал Виктор Лушников. ХГУ отметил свой 19-й день рождения. С размахом торжественное собрание началось с исполнения студенческого гимна. Затем ХГУ с годовщиной поздравили представителей каждого подразделения университета. Напомним, сегодня вуз объединяет 10 институтов, 2 факультета и 5 колледжей. Студентов и преподавателей поздравили ректор вуза Ольга Штыгашева и, пожалуй, самый почетный гость – глава региона Виктор Зимин. Он пожелал выпускникам остаться в Хакассии, ведь в ближайшие годы их руки и головы очень пригодятся на будущих предприятиях Абакана-Черногорской агломерации. Поэтому выпускникам, которые живут в других регионах, сегодня сделали весьма заманчивое предложение. До осени проработаем вариант и, наверное, дадим право ребятам, которые закончили вузы в республике Хакассия, претендовать тоже по этой программе на бесплатную землю 10-15 соток. Ребят, мы действительно вас безумно ждем именно в республике. Я очень хочу, чтобы вы все остались. Виктор Зимин вручил сегодня 12 лучшим студентам благодарности от правительства Хакассии и почетные грамоты ХГУ. Студентов отмечали не только за научную деятельность и отличную учебу, но и за достижения в спорте, искусстве и общественной работе. Я очень рада, что я здесь учусь, что я уже практически выпускница этого университета, потому что здесь у меня есть возможность и заниматься и любимым делом, и учиться, и получать новые знания. В ХГУ занимался либо учебой, либо своей профессиональной, вот непосредственно концертной деятельностью, потому что музыка. И также в ХГУ дало мне такую позицию, то, что нет ничего невозможного. Празднование завершилось возложением цветов памятнику Николаю Катанову, чье имя уже 19 лет носит Хакасский государственный университет. Виктор Лушников, Алексей Голубев, Вести Хакассия. В России могут запретить использование скутеров. Правда, запрет будет временным – до ноября месяца. Такую инициативу в Госдуме объясняют большим числом аварийных ситуаций на дорогах с участием мопедов и квадроциклов. Ноябрь указан не случайно. Именно в этом месяце вступит в силу федеральный закон об обязательном получении прав на управление такой техникой. В ГИБДД Хакассии отмечают, что как только наступает весна, ДТП с участием скутеров происходит практически ежедневно. Как правило, управляют транспортом подростки, которые не только не используют защитные шлемы, но и не имеют ни малейшего представления о правилах поведения на дорогах. Сколько точно в России мопедов никто не считает. По примерным оценкам автоинспекторов, эта цифра приближается к полутора миллионам. Воспитанники Абаканской художественной школы имени Каратанова получили возможность заниматься в более комфортных условиях. Сегодня в учреждении открылся новый корпус, третий по счету. В современных мастерских побывала Наталья Гармашова. Несколько десятилетий у художественной школы имени Каратанова не было своего помещения. Появилось оно только в 1998-м. Учебное заведение разместилось вот в этом старом здании. В 2007-м открылся современный корпус, оборудованный по всем правилам художественного мастерства. И вот спустя шесть лет вновь радостное событие. Красная лента перед входом в трехэтажное внешне очень привлекательное сооружение. Новый корпус стоимостью в 45 миллионов рублей стал подарком педагогам и ученикам к 48-летию со дня образования школы. Оригинальный изогнутый фасад, волнообразная, как будто кистью художника нарисованная крыша. Я поздравляю всех с этим замечательным событием. А самое главное, я хотел бы пожелать, чтобы абаканские дети, и куда бы их потом в жизнь не забросило, они свою родную художку помнили с теплыми чувствами. Торжественная церемония разрезания ленты. И вот холлы, коридоры, учебные классы готовы принять всех гостей праздника. На входе первый сюрприз. Художников пришли поздравить коллеги по творчеству, музыканты. Затем экскурсия. Директор Александр Кобельцов ведет гостей по этажам, показывает студии-мастерские. Их в корпусе восемь. Здесь можно заниматься практически в разное время суток. Все они оборудованы по одному типу. Они приспособлены для занятий рисунком, живописью и станковой композицией. То есть здесь есть и свет естественный, и подвесной свет, искусственный свет, и затемнение. То есть практически можно планировать любые занятия в этих мастерских. Эта мастерская отличается от других. Она в два раза больше. Состоит из двух помещений. То есть когда нам нужно большое количество педагогов собрать, обычно проходят семинары, мастер-классы, вот такая мастерская нам крайне необходима. За перегородкой гостей праздника ждал сюрприз – мольберт, холст, кисти и краски. Каждый может нарисовать все, что захочется, и получить в подарок небольшую часть совместного шедевра. Ждал сюрприз и главу города, и почетных гостей. Александр Кобельцов подарил свои картины на память о торжественном событии. Основная часть праздника завершена. У каждого появилась возможность самостоятельно обойти новый корпус. Ирина и Ольга уже окончили четыре класса. В сентябре вновь придут в мастерские. В пятом будут заниматься уже в новом корпусе. Окна большие, красивые. Будет хорошо. И как новые прожекторы тоже рисовать на тюрьморте будет хорошо. Кабинеты очень большие, свет хороший. Все так чистенько, аккуратненько. С расширением школы увеличился и набор учеников. В новом году здесь будут заниматься уже около тысячи художников, начиная от шестилеток и заканчивая слушателями достаточно зрелого возраста. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Пианист Осип Никифоров завтра даст концерт в своем родном городе Абакани. Это будет своеобразный отчет после очередного года обучения в американской школе штата Миннесота. Осипу Никифорову 18 лет, но это уже вполне зрелый музыкант, лауреат многочисленных зарубежных конкурсов. В этом году Осип закончил обучение в выпускном 12 классе школы, получил американский аттестат о среднеобразовании и уже стал студентом университета штата Миннесота. В качестве бонуса получил стипендию этого университета. В этом году в Абакане Осип Никифоров в сольном концерте будет исполнять музыку трех композиторов – классическую сонату Гайдена и романтические произведения Шумана и Шопена. В такой программу он планирует в дальнейшем участвовать в международных конкурсах пианистов. Я приехал домой летом, и поэтому обязательно охота поставить точку в этом году. И поэтому есть такой концерт, замечательная возможность поиграть здесь и познакомить слушателей с музыкой, с которой, может быть, не все знакомы. Поэтому для меня тоже это большая радость играть здесь. Встреча рода Тюкпиековых прошла в Бейском районе. Десятки человек со всей Хакасии съехались в долину Улукпиль. Подобных событий не происходило в жизни этой огромной семьи больше десяти лет. О чем говорили и какие проблемы решали, об этом Юлия Константинова. Представители рода Тюкпиековых со всей Хакасии съехались именно сюда, в долину Улукпиль, большая вершина в переводе с Хакасского, на свое родовое место, где сотни лет селились их предки. Облюбовали не случайно. Тайга, река, а все близко. Да и какая-то магия буквально привораживает, рассказывает Евгений Тюкпиеков, житель поселка Красный Ключ Бейского района. Впервые сюда его привез отец, а теперь сам глава семьи взял на встречу рода Тюкпиековых своих малышей. Надо как-то это, к своим корням род Тюкпиековы. Давно же не было такого. Последний раз в 90 каком-то году мы маленькие были еще. Народу много было. Эта поляна вообще вся забита была. Только по данным регистрации, тогда, в 96-м, собрались на этой поляне больше 500 человек. Сейчас почти в 5 раз меньше. Проблемы серьезные, убежден глава рода Владимир Тюкпиеков. Старики уходят. Дети, молодежь сейчас, они, в принципе, 3-4 поколения знают, дальше уже не знаем. Даже мы сами, наверное, не знаем. У нас где-то есть там талантливые, великие люди, а мы с нашего рода не знаем. Из-за этого будем сайт, и через сайт это всех объединять. Выявлять лидеров, чтобы в каждом поселении собрали информацию, как живут представители рода Тюкпиековых, кто сам может помочь, кто в помощи нуждается. Надо отметить, многие сельчане считают каждую копейку. Поэтому разрез Оршановский решил поддержать своих, возможно, будущих работников, выделив средства на организацию встречи рода. Ведь в Оршаново сегодня проживает около десятка семей Тюкпиековых, плюс их родственники Нербышевы, Тахтобины, Сагалаковы. Чтобы продолжить эти наши традиции, так же, чтобы разрез принял часть их рода на работу, на учебу. Поэтому, я думаю, это не лишнее будет, если взаимодействие будет между родами села Оршаново, в том числе рода Тюкпиековых, с разрезом Оршановским. Сотрудничество взаимовыгодное, и это сегодня начинают понимать и старожилы, и молодежь. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия». На сегодня у меня все. Напомню, новости вы также можете узнавать на нашем сайте – вестихакасия.рф. Хорошего вечера и до встречи в эфире.